206 дней представлять 206 у россии все идет по плану а я продолжаю снимать обзоры посвященные первой гвардейской танковой армии и местами и дислокации и сегодня отправляясь в мулины нижегородской области вот этот город на карте давайте его выделим и вот ниже есть поселок мулина который больше похоже на дачный кооператив тут дислоцируется 288 артиллерийская бригада она была уничтожена в харьковской области и передала часть своих мста с на баланс вооруженных сил украины за что мы ей скажем большое человеческое спасибо но не только это артиллерийская бригада дислоцируется мулина тут готовили 3 армейский корпус вот пожалуйста новости на эту тему он уже воюет в украине уже возвращается в россию деревянных ящичках это как я уже много раз говорил надежный и как мне кажется единственный способ остановить эту войну также есть выходцы из этого поселка небольшого где всего 10 тысяч человек проживает которые вернулись деревянных ящичках очевидно здесь других социальных лифтов нет поэтому люди отправляются служить отправляются убивать насиловать грабить и возвращаются в деревянных ящичках пожалуйста 9 страниц что является логичным и понятным так давайте посмотрим с со спутника снимки очень интересное изображение во первых во первых мы видим большое количество песка каких-то изъезженных дорог по которым наверняка ездят танки ездит другая техника стреляет артиллерия я вижу вот озера такой правильной формы очевидно после взрывов я вижу какие-то искусственные озера выкопанные даже не знаю что это если вы знаете напишите в комментарии было бы интересно узнать какая природа вот этих прямоугольников наполненных водой вот тут можно увидеть окопы в общем тут ребята тренируются убивать тренируется грабить насиловать и тренируется врать очевидно потому что солдат наверняка готовят к возможному попаданию в плен но для русских это не должно быть так важно я имею ввиду для русских для россиян до для налогоплательщиков потому что на самом деле вы должны понимать что вот сюда уходят российские деньги то есть деньги от продажи нефти газа и так далее уходят вот в мулино в этот полигон посмотрите какие здания очевидно очевидно абсолютно новое здание давайте посмотрим еще поищем новое здание вот это стопроцентно новое здание все эти деньги могли быть потрачены на что-то другое например на больнице на дороге на школы должны какие-то элементарные вещи на крыши на мусорник но решили потратить на подготовку убийц насильников и вот меня заинтересовало такое место говномес имени сергея вертушкина давайте посмотрим что это интересно xx рофлс это какой-то рофл должен быть да действительно это рофл если ты не живешь в россии если ты живешь в россии это твои будни посмотрите какой ужас борак борак да представляете что в голове у этих людей и они пишут пишут имя президента сша на машине которая откачивает говно и что-то хотят этим показать представляете вот так вот работа но я в я не знаю просто что у него голове посмотреть смотрите на этот ужас в россии это называют рофл окей больные свиньи что-то говорить просто больные свиньи грязные животные так окей давайте посмотрим тогда как живут в муле но так еще может быть какие-то новые строения найдем так это все наследие совка вот сколько техники кстати техника в основном автомобильная не видно пушек артиллерийских а нет вот одна стоит может быть кстати это уже свежие снимки после того как их отправили в украину убивать украинцев это какие-то не знают похоже на 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 бтр и какие-то вообще так окей давайте посмотрим как живут люди быстренько буквально тут несколько дворов посмотрим так армейский вот такой уазик какой-то мусор вот так валяется какая-то пока стандартная россия осталось найти покрышку и парковку грязи кстати парковка сделана надо признать площадка скромная но она есть так мусор ну такой скажем прямо скромненький как-то да и нормальный двор нормальный двор может как-то единственное как-то не пустынно но как-то как-то по-армейски я бы сказал вот так так вот такой лес вот такая улица гвардейская тут какие-то здания что-то что-то за здание молодежно-досуговый центр есть кадетская школа интернат естественно всех детей сирот нужно отправить в интернат с интерната отправить в армию а с армией нужно отправить их в украину убивать украинцев они уже промыты по полной самого детства мозгов своих нету кстати буквально через дорогу этого поселочка смотрите какая парковка военной техники в общем логово деноцификаторов конечно ад полнейший так окей я тут кажется был да давайте еще раз посмотрим о смотрите какой свинюшник русские они везде русские даже в армии они все равно русские все равно найдут найдут где посрать и где засрать так а это что за изображение какие-то иероглифы непонятные странно кстати не вижу никаких машин таких патриотических знаете с каким-то российскими флагами может быть на берлин пока вот не увидел вот еще интересная конструкция такой газопровод очень странно согласитесь то есть вот строятся дома на таком на таком ограниченном пространстве небольшой проекции для военных и не могут спланировать газопровод представляете в этом плане конечно россия абсолютно фантастическая загадочная страна то есть вот почему-то почему-то не получается спланировать теплотрассы не получается спланировать газопроводы очень странная история то есть буквально бросают вот так по прямой как видишь так и бросай строят какие-то непонятные конструкции металлические чтобы это все провести ты им говоришь так в мире такого нет и они тебе объясняют почему ты не прав почему ты дурачок кстати по поводу мира и россии буквально несколько дней не записывал видео и несколько раз за это время россия пробивала одно в частности последний раз я говорил что русские обстреляли ТЭЦ и это было пробитие одна то есть просто людей лишили электричества уничтожили электространство которая кстати вырабатывала электричество и для оккупированных территорий то есть для всех но как только русских выгнали с Харьковской области они решили как они шутили это типа смешно в понимании русских выключить свет уходя окей казалось бы пробили очередное дно посмотрите кстати на эти мусорники что это за манера вот так складывать мусор смотрите просто вынес человек диван свинтусы натуральные как-то вообще нет людей я заметил как будто бы все и дети и мамы и бабушки все как будто бы на каких-то учениях не знаю так вот какой-то магазин называется Бристоль я думаю это супер странное название Бристоль это английский город мне кажется в России все ненавидят Англию и не должны называть в военных городках магазины в честь английских городов очень странно это какой-то магазин британского шпиона вот такое место какая-то по-украински это каплычка не знаю как по-русски а вот кстати и бойцы смотрите какой боец уже достает бумажку составить протокол кто это кто это у нас тут ездит так сюда иди и вот идет еще один кабан какой-то ну так все скромненько как-то единственное вот эти объявления мне немножко смущают какая-то стена плача прям тут устроена ну окей в общем к чему я это все вел историю о о пробитии дна давайте памятник артиллеристам еще посмотрим я продолжу так воины-интернационалисты это вообще это уникальные персонажи воины-интернационалисты это люди которые погибли вообще непонятно за что непонятно где никто их никогда не вспоминает это супер уже мне кажется непочетно быть воином-интернационалистом но сейчас их в принципе уже заменили вот эти вагнеры какие-то частные военные компании а в советское время да были такие в африке там где они только не воевали локальных конфликтов воины да 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 самолет нарисован такой ну и тут естественно отечественная война ого ничего себе как пафосно посмотрите какая мощь ну конечно стилистически как-то это все организовано не знаю как-то как-то так наляписто почему-то глядя на вот эту инсталляцию я вспомнил такую книгу Котлован мне кажется может быть это из-за иллюстраций которые были в этой книге не знаю страшная книга рекомендую кстати почитать местная молодежь кстати вот эта девчонка блондинка выглядит так как будто бы ей лет уже 18 хотя и явно лет 11-12 да 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 старше своих годов выглядит ну в детстве это наверное круто с возрастом уже конечно не так круто так какие-то фотки вместо вместо монумента памяти этой малолетки фотографии в общем вот такой монумент ну место такое симпатичное живописное посмотрите даже венок стоит это кстати летом было даже летом чтят православный приход давайте еще здесь нажмем посмотрим как выглядит приход православный это вообще к чему они молятся о чем они там молятся непонятно кондиционер такой интересный да храм великомученики игоря победоносца и ребята победу тут и не получилось у вас вы когда пришли в украину вас сначала размотали в сумской области в черниговской в киевской потом вас бросили под харьков практически без перегруппировки так сказать и в харькове вас размотали буквально неделя еще не прошла но не знаю что с вами будет дальше надеюсь вас отправят наконец-то сюда в мулино и вы сможете тут рассказать своим коллегам что не надо лезть в украину иначе вы получите пизды и вернетесь ни с чем вернее вы вернетесь конечно с награбленным тут спору нет кто выжил кто награбил тот вернется да но вы вернетесь преступниками известными на весь мир возмездие оно необратимо будете жить в этой россии в лучшем случае до конца своих дней так окей давайте еще какой-то двор посмотрим а я закончу мысль про пробитие дна обстреляли гэс вернее не гэс а дамбу на водохранилище в кривом рогу то есть затопили людей просто сумасшедшие ублюдки можно было бы это списать на какую-то случайность промазали и так далее но обстреляли несколько раз а потом и путин этот шизик вышел и говорит ну мы предупредили там в общем надеюсь они поймут посмотрите опять этот газопровод блин русские конечно непобедимый народ так ну тут как какая-то такой как будто бы дачный кооператив в лесу что-то построили так еще вот теплотрасса тут и газопровод все вместе российская классика сейчас еще покрышечку где-то найду и можно уже заканчивать с обзором самого города просто добавим его в коллекцию ну вот так все выглядит более чем скромно так о чем это обстреляли газ представляете ну больные ублюдки просто больные ублюдки что-то хотят этим показать запугать людей ну нету слов конечно казалось бы очередное пробитие дна сделайте паузу хотя бы денек-другой отдохните не надо пробивать следующее дно нет сразу же опубликовали видео с вербовкой заключенных представляете за высокие российские идеалы с фашизмом почему-то должны бороться заключенные заключенные которые являются не просто заключенными добровольцами а заключенные приговоренные к огромным срокам без перспективы в ближайшее время выйти за тяжкие преступления вот их бесплатно отправляют в Украину убивать украинцев представляете то есть во первых мне интересно вот было бы спросить у военных у кадровых вот которые например в мулино живут как они вообще планируют взаимодействовать с зэками вот просто интересно то есть или это уже вот в россии так смешалось эти культуры что в принципе нормально то есть дедовщина переросла вот в какие-то такие понятия а у зэков свои понятия они нормально пересеклись в бандитском мире с волками жить по волчью выть вот какая-то такая история да в общем ужас настоящий причем случайно еще включил какую-то передачу с русским пропагандоном и он говорит так в Украине то же самое Украина тоже мобилизовала заключенных и это кстати правда если кому-то в россии интересно действительно на первых этапах войны всех кто хотел кто хотел предложили взять в руки оружие и тут вы скажете оооо так это понятно это украинцы такие нет не всех кто хотел а всех кто хотел и имел опыт боевых действий то есть все осужденные участники АТО это важное уточнение то есть люди с боевым опытом они вышли и взяли в руки оружие отправились воевать многие из них погибли эта практика насколько я знаю не имела широкого распространения то есть на всю страну может быть 300-400 таких было человек да все должны понимать что АТО это фактически война с Россией и она порождает определенную преступность это неизбежно то есть у войны есть такие последствия определенные травмы определенные возникают проблемы у людей психологического характера и они совершают преступления смотрите на этот гадюшник боже тут всего три дома и русские все равно так смогли все засрать так культово сделать те говнища прям восхищаюсь ими вот где русский там всегда вот такое говнище кстати смотрите вот здание в таком плачевном состоянии странно такие бабки вкидываются тут какие-то корпуса готовятся дислоцируются какие-то части такие боевые а все так более чем скромненько такая разруха посмотрите на эти теплотрассы вообще жесть какие дороги разбитые ну может быть на танках тут ездят дороги не нужны в общем я к чему это веду что в россии же это совсем не такие заключенные то есть это пушечное мясо которое просто отправляют в нарушение всех законов морально-этических норм и рассказывают мы тут победим фашизм бандеровцев то есть ну сами понимаете это это просто добавляет мотивации украинским бойцам когда они понимают что они воюют против против зэков да то скажем так мотивация только возрастает давайте во дворе панорамку посмотрим с одной стороны так прикольный лес лес вроде как симпатичные такие сосны старые с другой стороны вот эта теплотрасса максимально уродская это парковка на грязи ну так все скромненько конечно хотя здесь и асфальт сделали кстати вот такие машины здесь относительно дорогие вот да бмв такая неплохая так ну что покрышечку мы нашли вот она смотрите русские не могут быть покрышек кстати смотрите насколько резина здесь стерлась ездили до последнего вот такая история то есть русские постоянно пробивают дно и я уже просто не знаю как они пробьют но завтра например то есть постоянное пробитие дна постоянное этот путин шизофреник тоже он говорил мы еще всерьез ничего не начинали сейчас он что-то сказал там мы воюем только частью армии контрактной то есть как бы намекнул на то что сейчас мы еще не контрактную подтянем и вообще и тогда поедем но он как бы не сказал что мы подтянем он сказал что мы просто аккуратненько воюем не так как эти бандеровцы вот эти покрышки в изобилии так сказать ну в общем шизофрения полная честно нету слов с этой россии с этих русских мулина в коллекцию я добавил записал какие-то новости рассказал кто прокомментировал что еще можно рассказать давайте еще расскажу вам о преступлениях смотрите вот нам поможет медуза вот смотрите какую часть Харьковской области освободили фактически всю да давайте скажем прямо Харьковская область Украины освобождена от российских захватчиков и вот выходит новость 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 следующее спецслужбы Украины задержали семерых студентов из Шри-Ланки обучавшихся в Купинске об этом сообщил Интерфакс заявил глава подконтрольной РФ администрации Харьковской области ну и какое-то имя этого говна то есть вы представляете насколько вообще русские сумасшедшие это было 4 часа назад то есть Харьковскую область Украины уже освободили уже практически неделя прошла как Харьковская область освобождена я уже снял обзоры практически всех городов где дислоцируется первая танковая армия которую в Харьковской области уничтожено да? но все равно какой-то ну и я даже не знаю как его назвать то есть какая-то перхоть какая-то пыль какая-то грязь под ногтями которая называет себя администрацией главой администрации Харьковской области рассказывает что-то о студентах со Шри-Ланки представляете? то есть это просто шизофрения по-русски вот в самом соку то есть представляете оккупационная администрация в изгнании то есть ты оккупант пришел разграбил, убил кучу людей там на какие-то должности сам себя назначил вот посмотрите 445 гражданских могил да? посмотрите страшные кадры изгумации посмотрите что происходит вот трупы видите? что там творили в этой администрации эти ублюдки понимаете? что происходит? посмотрите в форме украинской армии человека ну может быть он погиб конечно в бою но мы не знаем время покажет в любом случае да? то есть посмотрите какой ужас там творился эту мразь выгнали оттуда казалось бы она должна исчезнуть испариться просто ее не должно быть а русские ее выпускают на передний ряд в своем интерфаксе вонючем этом и она что-то там рассказывает это пыль ну это просто шизофрения высшие пробы, высшие меры это это ублюдство полнейшее то есть ну вас уже выгнали оттуда с саными тряпками погнали понимаете? сотни пленных тысячи убитых захвачена куча вашей техники огромное просто количество сотни единиц техники захвачены ну вы обосрались русские ну молчите хотя бы нет выкатывает какого-то клоуна что-то он рассказывает ну окей в общем побывали мы в Мулино вот такая вот база ублюдков но выглядит как база конечно ничего не скажешь много машин типовые дома ничего не развито то есть чувствуется что это просто временное какое-то место дислокации где люди не живут и ничего не обустраивают и даже не засырают толком то есть есть какие-то участки типичного русского говна но сильно не засрано наверное из-за того что все-таки армия и просто люди даже не хотят засырать как это любят русские делать ладно на этом все спасибо что смотрели обзор напишите комментарии поддерживаете ли вы войну или нет и почему это будет здорово спасибо пока